Мой родный кут, як ты мне милый, Забыть тебе немаю силы, Не раз утомленный дорогой, Житем весны мое убогой. К тобе у думках залетаю, И там душою спочиваю. С этими строками Якуба Колоса могут согласиться сотни тысяч людей. Красоты родного края вдохновляли и продолжают вдохновлять не только поэтов и писателей, а также музыкантов и художников. Запечатлеть и поделиться частичкой своей малой родины с другими стараются и фотографы. Так в областной библиотеке имени Ленина представили передвижную фото-выставку издательского дома «Беларусь сегодня». В экспозиции лучшей работы конкурса «Мой родный кут». Из всех уголков страны на него прислали около трех тысяч снимков. По итогам голосования читателей и жюри из них выбрали 30 в номинациях «Земляки» и «Малая родина». Каждая из них – это незабываемый, по-своему прекрасный момент чьей-то жизни. В областной библиотеке фото-выставка будет экспонироваться 10 дней. Затем ее увидят жители Мозыря Жлобина. Агумельская художница Екатерина Мохарева презентовала гостям библиотеки имени Герцена 30 пейзажных снимков. Ее первая персональная выставка фотографий «У любови до родных окраю» приглашает вернуться мыслями в любимые и дорогие с детства места. На снимках умиротворяющая белорусская природа. Травы и деревья, птицы, насекомые, речные берега и загородные просторы. Фотография – лишь одно из увлечений Екатерины. Девушка также занимается живописью, ручным ткачеством и росписью по ткани. В Дворцово-парковом ансамбле начался республиканский плене разобразительного искусства. Это одна из самых знаковых акций, посвященных 100-летнему юбилею музея. Девять членов Белорусского союза художников, среди которых Анатолий Отчик, Владимир Тихонов, Николай Бондарчук и Александр Костюченко, в течение недели будут создавать авторские произведения на территории Дворца и парка. По окончании пленера 8 августа гостям презентуют готовые работы живописцев, еще пахнущие красками. В дни юбилейных торжеств доработанные картины художники подарят музею. В выставочном зале областного центра народного творчества работает выставка живописи Ивана Ферцака «За окном окно». Художник, выросший на Украине, переехал в Гомель в начале 90-х и успешно заявил о себе как о мастере пейзажа. После стал экспериментировать с композицией, цветом и пространством. Это привело к созданию абстрактных работ, полных философских раздумий и мистицизма. Автор уверен, что художник должен не терять ощущение новизны мира, а продолжать удивляться и дарить яркие эмоции зрителю. Я актриса, понимаешь, актриса, играла письмо на спектакле «Телармония». Потом-то уж надо было улететь, но меня задержала вот эта вот милиционерша Суслика из-за того, что у меня паспорт проснул. Нет, ну как будто я виновата. Гомельский областной драматический театр завершил 80-й сезон премьеры «Девять белых хоризонтем» по пьесе Николая Калиды. Спектакль погрузил зрителей в размышления о случайностях и предопределенности. По сюжету главная героиня попадает в отделение полиции аэропорта из-за ошибки в документах. И эта ночь меняет ее будущее и даже прошлое. Случайная встреча помогла героям найти потерянных любимых людей, обрести надежду и радость. Режиссер-постановщик мелодрамы, заслуженный деятель искусств России Михаил Мамедов уже известен гомельчанам по спектаклям «Незамужняя женщина» и «Женское счастье». С культурными событиями региона вас знакомили Анна Корольчук и Валерий Гопанько. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». Редактор субтитров А.Семкин